Мы не хотим платить в Киев, мы не хотим содержать западную Украину и датировать своими деньгами. Мы хотим больше свободы. Именно за эти слова Губарев и попал за решетку по обвинению в сепаратизме и захвате власти. Он уже находится там почти два месяца. Адвокат говорит, что его состояние ухудшается, там постоянно моральное давление оказывается. Павел Губарев – обычный специалист по рекламе, ставший политическим активистом из-за несогласия с тем, в каком направлении движется его страна. Чем больше поддержки он получал со стороны местного населения, которое даже выбрало его народным губернатором Донецкой области, тем большую угрозу он представлял для киевского правительства, пришедшего к власти в результате госпереворота. И не потому, что он опасен. У него нет криминального прошлого, он не участвовал ни в каких нападениях. Властям просто не понравились его призывы к независимости. Павел Губарев никогда не участвовал в штурме зданий. У него никогда не было оружия. Он был арестован лишь потому, что после избрания народным губернатором начал призывать к проведению референдума по вопросу федерализации Украины. Вот и все. Он настоящий политический заключенный. Немногие понимают термин «народный губернатор». В сущности, это тот, кого люди определенного региона или города хотят видеть у власти. Так же, как это было в Киеве. С одной лишь разницей, что лидеры Майдана получили медали и приглашение в США и Европу, а на Юго-Востоке людей арестовывают и не разрешают даже увидеться с ними. Устав от олигархов, которые заботятся только о своих интересах, жители Юго-Востока начали брать ситуацию в свои руки. Помимо Павла Губарева в Донецке, есть еще Валерий Болотов в Луганске и Владимир Варшавский в Харькове. Вопрос в том, сколько времени пройдет, прежде чем милиция ворвется в их дома без каких-либо предупреждений или оснований. Демократия – это когда люди выбирают того, кто, по их мнению, должен представлять их интересы. У Украины был демократически избранный лидер, но толпа в Киеве решила его свергнуть. Этим решением оказался недоволен Юго-Восток страны, но недовольных ждет наказание. Марина Косарева, РТ.